Я работал на почте в Ченстахове, мне было 17 лет. Домой в отпуск приехал мой приятель из партизанского отряда «Удар». Я знал его, мы вместе работали раньше на почте, и тогда я попросил его взять меня с собой в партизаны. Я бросил ночное дежурство в почтовом отделении на вокзале, и мы поехали в Варшаву. В армию Краёву меня приняли в местечке Костки, это восточнее Варшавы. Мой друг посоветовал мне не признаваться, что мне только 17 лет, и я сказал 19. Я был тогда довольно высоким юношей, сейчас и не скажешь, но болезнь позвоночника наклонила меня к земле. Меня приняли в отряд. Ну а все-таки не боялись ли вы тогда идти в партизаны? Знаете, молодых людей не так просто напугать. Я видел, как умирают мои товарищи, но все же. Не все выдерживали. Была зима, слякоть, холод. Мы спали на соломе в крестьянских хатах. Те, кто оставался на посту, часто сильно замерзали. К нам в отряд приехали 10 добровольцев из Варшавы. Через неделю остался только один, остальные уехали назад, не выдержав условий. Снег, бездорожье. Ведь мы перемещались по лесам все время. Мы поехали в Варшаву. Это одна из ярких операций моего отряда, февраль 1944 года. Была еще, помню, прощальная вечеринка. Затем мы, 66 человек, со спрятанным оружием и фальшивыми документами, сели в немецкий военный поезд, где было полно немецких солдат, и поехали в направлении Белостока. В Белостоке стало немного страшно. Там много было немецких солдат, а мы пересаживались со спрятанными винтовками. Несмотря на это, пообедали еще и затем сели уже в гражданский поезд, расселись по купе. Люди стали спрашивать, вы куда едете, а мы строить оборонительные сооружения на Восточном фронте. Но как только поезд проехал Гродно, мы вытащили из укрытия оружие и выскочили на станции. И тогда, конечно, все поняли, в чем дело. Ну и через Гродненскую пущу по льду замерзшего озера мы пошли в направлении Лиды. А холод страшный. В Варшаве слякоть и грязь, а здесь мороз зуб на зуб не попадает. Остановились еще в доме рыбака. Вы говорили, что неоднократно останавливались в деревнях у местных жителей, крестьян. А насколько они вас поддерживали, помогали, особенно если речь идет о бывших восточных землях Польши? Это выглядело следующим образом. В деревнях были старосты, салтысы, которые назначали, кто чем поможет. Мы выдавали такие специальные квитанции людям, что конфискация была проведена армией Краевой. Но хозяевам, конечно, это не особенно помогало. Единственное, что в случае проблем можно было предъявить. Вот, мол, насильно забрали корову или свинью. Краевский, господин Краевский, в 1943 году было принято решение о сотрудничестве армии Краевой с наступавшей Красной армией. Как это выглядело на практике? Это была очень специфическая ситуация. Красная армия в 1939 году напала на Польшу и заняла половину польской территории. В течение первых двух лет войны СССР фактически был союзником гитлеровской Германии. И вот через два года Советский Союз, на который напала Германия, оказался среди держав, которые сражаются против Третьего Рейха. Он стал союзником наших союзников, и с ним нужно было как-то договариваться. Ставка армии Краевой рекомендовала избегать столкновений с советскими партизанами и как-то выстраивать с ними нормальное отношение. Однако для этого необходима добрая воля обеих сторон. Вернемся к союзу между Красной армией и Армией Краевой. Довольно скоро выяснилось, что советские войска берут в плен польских партизан, разоружают, расстреливают или высылают в Сибирь. Опасались ли вы, пан Францкевич, подобной ситуации, того, что вы тоже можете пострадать? Ну, конечно же, такие ситуации случались. Позже и многих выслали. Как раз наш отряд был отрядом варшавским. Это так называлось, варшавский. Но из 600 человек общей численности варшавян было около сотни. Остальные местные добровольцы. Православные ребята даже были. Да-да, конечно, так было. А вот, например, столбцовский отряд, когда пробивался к Варшаве, это отдельная долгая история. Так вот, по дороге они дважды заключали соглашение о перемирии с красными, а затем еще и с немцами. Историю армии Краевой можно назвать трагической. Около 100 тысяч ее солдат погибло, около 50 тысяч прошли тяжелые испытания в советском плену. По вашему мнению, в современной Польше на достаточно должном уровне чтят память о бойцах армии Краевой? Пан Януш, вы как солдат скажите первым. Думаю, да, абсолютно так. Совсем скоро во многих государствах Европы будут отмечать день окончания войны. В России он называется Днем Победы. Что для вас означает этот день? Для нас победа? Да мы больше всех проиграли в той войне. Как тут говорить о победе? Хотя, конечно, Запад... Для нас это означает лишь дату завершения войны в Европе. Очень помогал Запад русским. Консервы. Их консервы в лагерях были даже. Знаете, нечего нам говорить о победе. В России главным победителем была Россия, поскольку это Сталин принял решение о разделе Европы. Половину территории Польши включили в состав СССР. Хотя, по правде говоря, те земли, которые мы получили на Западе, они лучшие. Но Сталин сделал это намеренно, чтобы нас с немцами поссорить навсегда. Ведь отданные нам территории, Щецин, например, даже славянским никогда не был. «Был, но очень давно. Для Польши день окончания войны в Европе не был таким, как для других народов и стран. Для нас война закончилась проигрышем. Наши западные союзники нас предали, оставив на растерзание Советскому Союзу. Не только нас, но еще солидный кусок Европы. Вот вам пример, довольно символический. Когда отмечалась победа в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда все праздновали окончание войны в Европе, великий праздник. Так вот, в эту ночь в Польше бывшие бойцы армии Краевой напали на провинциальный город Граева и в бою освободили около 200 заключенных местной тюрьмы. Этих людей, которые пережили немецкую оккупацию, арестовали коммунисты. Солдаты армии Краевой, которые пять лет воевали с оружием в руках против немцев, освобождали теперь своих родных, знакомых, товарищей по оружию. Такая вот для нас была победа и окончание войны». Продолжение следует...